Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о такой симптоме, как выделение из полового члена. Это симптом довольно грозный, но и мужчины пугаются и в принципе обращаются к врачу. И это правильно, потому что за этой симптоматикой обычно скрываются половые инфекции. То есть большинство половых инфекций проявляет себя именно таким образом, появляется выделение из полового члена. Соответственно, эту инфекцию нужно диагностировать и по результатам обследования пролечить. Это наиболее частая причина и она требует безотлагательной диагностики и лечения. Это очень важно. Как только вы обнаружили у себя выделение любого свойства, любого цвета, обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы диагностировать данное состояние. Чаще всего, опять же, это инфекция. Либо инфекция, передающаяся половым путем, либо микрофлора, которая, соответственно, проникла из других отделов человеческого организма. Будь это оральной микрофлоры, анальной микрофлоры или, например, микрофлора, которая живет на коже. Если она проникает в мочеиспускательный тракт, то, соответственно, она может вызывать воспаление и, следовательно, выделение. И это тоже нужно обязательно диагностировать и лечить. То есть, выделение – это практически всегда идет воспалительный процесс. За исключением следующих состояний. Эти состояния уже напрямую не связаны с инфекцией, а связаны непосредственно с обменными процессами, в частности, с гормональным фоном. Это дисбаланс гормонов щитовидной железы и дисбаланс гормонов гипофиза. Чаще всего это проявляется, если человек, например, долгое время жил в теплом климате, потом приезжает в холодный климат, и, соответственно, определенная гормональная перестройка может дать вот такую симптоматику. Это часто бывает у людей, которые приехали из Средней Азии, например, в Москву по работе, либо и у них на фоне, особенно когда очень большая разница температур, у них могут начаться вот такие выделения, обычно это даже не связано ни с какой половой жизнью, но вот такой вот процесс именно выделений имеет место, и, соответственно, это тоже требует диагностики, потому что если такая ситуация возникает, она связана либо с дисбалансом гормонов гипофиза, чаще всего пролактином, или дисбалансом гормонов щитовидной железы, которая, щитовидная железа, она как раз ответственна за энергетический обмен, за поддержание постоянной температуры тела. И, соответственно, это состояние требует, диагностики требует немедленного лечения, потому что гормональные проблемы в конечном итоге могут иметь очень тяжелые последствия. Спасибо за внимание.